здравствуйте я елена владимировна сватия ирина михайловна у меня в октябре будет мероприятие я пришла в ателье и сказала что я раскрою платье а вы мне сошьете девочки сказали а почему бы вам не показать как вы раскраиваете свое платье на камеру вот я расскажу и покажу раскрой платье я сделала макет вот он платье цельнокроенная с ластовицей основной крой идет но в нем есть элементы рубашки она будет застегиваться сверху донизу сзади есть кокеточка защипами из под нее выходят защипы рукав кимоно рукав кимоно отличается тем что верхние срезы передней и задней части рукава они параллельны и и поэтому такое платье можно шить из клетчатой ткани и красиво совместить на линии среза рукава сверху платье без боковых швов верху и и на задней части платья и впереди есть подрезы теперь я расскажу об особенностях кроя с ластовицей крой с ластовицей он несколько отличается от кроя с точным рукавом большая свобода облегания если мы у нас по системе 10 мерок свобода облегания 3 то уже для кроя с ластовицей надо увеличить свободу облегания я беру 4 во многих учебниках пишут предлагают брать четыре с половиной вот кроме того что увеличена свобода облегания углубляется пройма пройма углубляется но не меньше для платья не меньше двух сантиметров еще момент крой с ластовицей боковой шов в этом крое расположен посередине проймы он также может быть смещен в сторону полочки вот у меня он будет на сантиметр смещен в сторону полочки я использую выкройку по системе 10 мерок в этой системе ширина проймы рассчитывается как одна треть обхвата руки плюс полтора сантиметра а мне для того чтобы раскроить платье с ластовицей ширину проймы надо сделать рекомендовано брать одна треть обхвата руки плюс два сантиметра что я делаю я когда расширяю бог на пол сантиметра с обоих сторон линию бока я увеличиваю пройму на сантиметры у меня бы получилось если бы я оставила точки ширины линии ширины спины и линия и линию ширины полочки ограничивающие пройму на на этом у меня бы получилась ширина проймы 1 3 обхвата руки плюс два с половиной сантиметра но я эти линии линию ширины спинки и линию ширины полочки смещаю внутрь чтобы ширина проймы в итоге была 1 3 обхвата руки плюс 2 дальше рассмотрим спинку из точки пересечения центра спинки и линии глубины проймы я провожу линию к вершине оката спинки в точке пересечения этой линии с продолжением линии вытачки я провожу линию параллельно ну линии проймы это линия линия кокетки линия отрезной кокетки сразу могу сказать что по первой линии плечевой вытачки у меня на кокетке будет идти долевая нить это для вами сразу показано стрелочкой так как у меня спинка широкая и сутулая то мне надо немножко удлинить по линии выкройку по линии центра спинки я это делаю таким образом по линии кокетки отрезаю кусочек и поворачиваю по часовой стрелке по часовой стрелке поворачиваю так чтобы удлинилась немножко спинка на 0 5 сантиметров при этом плечо тоже опустится верхняя точка оката тоже опустится на пол сантиметра в эту точку я зафиксирую и у меня в итоге получится новая линия вот тут обрисована синим цветом обрисована дальше я прорисовываю окат задней части спинки и нахожу точку пересечения оката с линии глубины проймы зеленым цветом она у меня эта точка отстоит от линии ширины спины на одну целую два десятых сантиметра вот такое же расстояние у меня будет на выкройке полочки на этой же линии точка подреза будет отстоять от линии ширины полочки вглубь проймы на одну целую две десятых сантиметра у меня обхват руки 30 сантиметров значит одна треть 10 одна треть обхвата руки плюс два сантиметра у меня пройм очка ширина пройм очки будет 12 сантиметров дальше вот если бы у меня не было отрезной кокетки я бы проводила линии подреза на рукав и на спинку но так как здесь есть кокетка то здесь подреза не будет здесь будет просто аккуратная нижняя часть вы надо будет нарисовать аккуратненько нижнюю часть проймы нижней части спинки вот этой части спинки и которая будет соединяться с нижней части проймы рукава линия верхнего среза рукава будет проходить так надо будет соединить точку пересечения линию центра спинки линии глубиной проймы с верхней точкой оката спинки которая при повороте опустилась вниз я продлеваю эту линию на 1 сантиметр и в этой точке к этой точке провожу перпендикуляр вот получая я получаю линию верхнего среза рукава спинки на этой линии я откладываю длину рукава до локтя минус 2 сантиметра примерно можно минус полтора сантиметра потому что тут крой косой получится и провожу линию локтя перпендикулярно линии верхнего среза рукава рассмотрим как получить линию нижнего среза рукава так как у меня тут . находится на расстоянии 1,2 сантиметра . подреза на линии глубины проймы от линии шириной спинки а до конца участка у меня получается 7 сантиметров если бы боковой шов был посередине проймы то было бы 6 сантиметров но у меня спинка смещена еще дополнительно на один сантиметр в сторону полочки поэтому вот этот отрезочек 7 сантиметров если от 7 сантиметров отнять 1,2 сантиметра получится 5,8 и вот эту величину я откладываю от этой точки по перпендикуляру опущенному из точки подреза но той точки которая должна быть вот этот перпендикуляр продлевается вниз на вот этот кусочек 5,8 сантиметра и у меня ширина рукава получается 17,5 сантиметра ширина рукава части рукава прилегающего к спинке вот теперь надо оформить кокетку линия кокетки линия кокетки проходит вот как часть вот первоначальная линия и немножко она опустилась так как я во время поворота еще на 05 немножко опустилась я для того чтобы сильно не врезаться вот если бы я я отступила 2 сантиметра я отступила от исхода линия оката вот от этой линии оката я отступила два сантиметра чтобы было аккуратнее крой был аккуратнее чтобы вот это вот этот кусочек был пошире отступила два сантиметра из точки подреза который был бы если бы не было отрезной кокетки провожу линию и уже красиво строю не углу бы не не строю вот эту линию нижней части спинки отрезной я не строю как вот так вот сильно приближаться а строю плавной красивой линии провожу плавную красивую линию измеряю эту линию и переношу на нижнюю часть оката рукава рукавчик у нас будет целый не тут ластовица не нужно тут помещается все хорошо помещается то есть вот эта линия по длине должна совпать совпать с этой линии у меня тут немножко получилось расширение вот если 17 с половиной был бы рукавчик но не пришлось мне немножко опустить эту точку для того чтобы сохранить длину вот и чуть-чуть вот она верну сюда к линии локтевого среза вот получилась такая спинка теперь смотрим дальше эту вытачку мне надо будет закрыть для того чтобы закрыть эту вытачку я провожу линию середины вытачки вытачка два с половиной сантиметра делю пополам 125 провожу линию вот через нижнюю точку вытачки вот и по этой линии закрываю и по этой линии закрываю сейчас я получу покажу что у меня получилось и по этой линии в плечевую вытачку закрываю вот у меня еще дополнительным у меня получится вот верхняя часть кокетки уйдет вот так вот плечевая вытачка пойдет в линию отреза в линию отреза потом красиво призак закрылась вытачка выравниваю и делаю к этой точке ширины горловины верхней ширины горловины спинки соединяю с точкой один сантиметр продленного перпендикуляра продленный продленного отрезка вот и у меня получается присоединяю рукавчик и у меня получается вот такая деталь вот такая деталь вот верхняя деталь вот эта вот деталь у меня получается вот такого вида Направление долевой нити, вот это изначальное направление первой линии плечевой выточки. На этой линии вообще-то строятся талиевые выточки дальше. Ну вот это направление долевой, его надо указывать. Вот таким вот образом. Так как я краю крой кимоно, линии среза должны быть у полочки и спинки, должны быть параллельные, то мне надо будет и на полочке, и на спинке сделать так, чтобы верхние точки оката, они были на одной линии баланса. Нижняя часть я не показала, ну а нижняя часть, нижняя часть спинки, она вот тут проходит с наклоном. Мы же опускали на 0,5 сантиметров, крутили вокруг этой точки выкройку. Теперь вот линия получена здесь, нижней части оката, которая соединяется с линией рукава. И будет тут раздвижка. Будет раздвижка выкройки на два защипа. Будет раздвижка на два защипа по этой линии. Платье прямое, то есть от линии бедра идет прямая линия. Поэтому я могу на линии бедра соединить нижнюю часть спинки с нижней частью полочки и сделать платье без бокового шва. Единственное, талиевую выточку я боковую оставила. Переходим к полочке. На полочке помним, что линия бокового шва смещена от линии середины праймы на 1 сантиметр. Уменьшена. У меня тут нагрудная выточка и точка плеча, то есть верхняя точка оката полочки, она сильно занижена по сравнению с верхней точкой оката спинки. Для того, чтобы их как-то совместить на одну линию баланса, у меня на раскрытых выточках линии верхних срезов рукава полочки и спинки должны быть параллельны. Мне надо часть нагрудной выточки размоделировать в прайму. Размоделирование таким образом. Верхняя точка оката полочки поднимется. Такое размоделирование допустимо не больше, чем на 2 сантиметра. У меня получилось 1,5 сантиметра. Если бы боковые срезы проходили от середины линии и ширины праймы, то совмещались бы боковые срезы. У меня боковой срез смещен на сантиметр, поэтому я смещаю на 2 сантиметра. Смотрите, спинка больше, полочка уменьшена на сантиметр от середины, спинка увеличена. Вот между боковыми срезами у меня должно быть 2 сантиметра. Я совмещаю линию талии на выкройке спинки и полочки. И подняла часть нагрудной выточки, ушла в прайму. У меня получилось на подъем вот этот кусочек, который размоделирован в пройму 1,5 сантиметра. Тогда уже на прозрачной бумаге видно, что верхние точки оката лежат приблизительно на одной линии. Я уже говорила, что точка подреза на полочке отстоит от линии ширины полочки тоже на 1,2 сантиметра. Я могу провести линию параллельно полочке, линию верхнего среза рукава полочки таким же образом, как и на спинке, чтобы они были параллельны. Отстоит эта линия от точки вершины оката рукава полочки на 1 сантиметр. Вот эта линия. От точки подреза опускаю перпендикуляр, точка подреза на расстоянии 1,2 на линии глубины праймы. Опускаю перпендикуляр на срез рукава и измеряю расстояние, оставшееся тут от линии ширины полочки до конца выкройки. Получается 5 сантиметров. 5 минус 1,2 – это 3,8 сантиметра. И продлеваю перпендикуляр на 3,8 сантиметра. Ширина рукава полочки получается у меня 16,5 сантиметра. Вот эта ширина. Также нахожу локтевую линию, провожу перпендикулярно к верхнему срезу рукава. Из этой точки тоже опускаю перпендикуляр. Вот у меня получается вот такая вот таким образом полочка. Дальше провожу линии подреза, записываю из точки на 7 сантиметров выше линии талии и из точки на 6 сантиметров подрез от рукава на линию рукава. Теперь и записываю, измеряю отрезки, вот эти линии подреза. 11,5 сантиметров пишу и 12,5 сантиметров. Эти величины нужны для построения полуластовицы. На задней части у нас ластовицы нет, у нас там окат получается и так все сходится. Вот, а впереди полуластовица. Вот для построения полуластовицы записываем эти величины. Потом я делаю отрезную часть на полочке. Эта отрезная часть от точки, вершинка на грудной выточке, отстоит на 2 сантиметра параллельно линии талии. Вот здесь это расстояние, это расстояние 2 сантиметра. Вот получается, вот эта линия как раз опущена от верхней точки выточки на 2 сантиметра. И тут же я должна записать еще вот это расстояние. Смотрите, вот это кусочек, так как нижняя часть линии подреза для ластовицы, вот тут будет цельная часть. Мне нужно будет ластовица укороченная. Вот, она не будет, ластовица, опускаться сюда вниз. Вот, она будет как бы обрезана, полуластовица будет обрезана. И что у меня получится? После проведения соответствующих манипуляций, закрытия остатка на грудной выточке, вот и подреза, подреза к точке, верхней точке полуластовицы, точки подреза, вот получается вот такая выкройка, выравнивание линии плеча. Вот у меня получилось. Вот главное здесь не потерять точки, точку ширины на спинке, точку, вот эту точку, верхнюю точку ширины горловины и на полочке тоже аккуратненько вот с этой точкой. Вообще, в этих, вот в этом месте, примерно до конца плеча, я немного увеличиваю припуски, чтобы потом иметь возможность тут чуть-чуть подрегулировать, если что-то пойдет не так. Вот, у меня получилась вот такая вот верхняя часть. Я практически не поднимала в этой точке ничего на полочке. А на спинке, когда я делала линию, когда делала линию, плечевую линию, плечевого среза, я на 2 миллиметрика, на 2 миллиметрика буквально подняла плечевой срез вот в этой точке. Теперь построение полуластовицы. Строится линия, примерно в серединке линии строится, к этой линии строится перпендикуляр, на этом перпендикуляре откладывается ширина полуластовицы. Ширина полуластовицы равна величине вот этого отрезка. Вот этот отрезок пойдет в точке вот таким вот образом, крой пойдет. Тут у меня 3,8 сантиметра. Дальше я на эту линию из верхней точки этого перпендикуляра опускаю отрезки, которые я записывала. На рукав пойдет 12,5, вот 12,5 сантиметра. Вот на эту линию вот 12,5 сантиметра. Это для рукава часть полуластовицы к рукаву, которая идет. И на нижнюю часть полочки идет 11,5. Но я ее вот я должна вначале, не обрезая пока, построить полностью. И потом отрезать вот этот кусочек, который уже так вот не нужен. Вот у меня получилась полуластовица. Нижняя часть полочки, она выкраивается просто. Обводится вот линия. Вот получается нижняя часть полочки. Вот линия центра, где будет застежка. Вот красиво сходятся здесь линии, потому что крой кимоно. Линия плечевого среза параллельна, и здесь можно совмещать клетку. Даже кроить из клетки, это на линии плечевого среза будет красивое совмещение клеточки. Не обязательно использовать крой кимоно. В большинстве платьев с ластовицей наклон плеча спинки, он немножко больше, чем наклон плеча полочки. И вообще вот это вот построение проводится из тоже в основном, вот, например, в литературе построение делается вот здесь вот наклона рукава, делается не из той точки, не из точки первоначальной глубины праймы, а из пересечения первоначальной глубины праймы и линии центра спинки, а из точки углубленной вот этой линии праймы. Но тогда у меня получилось бы, что рукав был бы поднят выше. Я поэтому и для того, чтобы опустить, у меня же полочка с таким же наклоном пойдет, линия верхнего среза рукава полочки пойдет с таким же наклоном, поэтому я построила немножко выше, ну, на старой изначальной линии праймы, покрою десяти мерок. И у меня тогда и рукав спинки, и полочки идет немножко ниже. Я сейчас вам покажу, как этот макет сидит на мне. Вот такое платье-рубашка получилось с использованием кроя, цельнокроенный рукав с полуластовицей. Вот это макетная ткань, это сметочка. Вот что получилось. Наклон рукава меня, верхних срезов рукавов меня устраивает. Вот точка подреза тоже. Вот таким вот образом. Можно немножко уменьшить защипы, минимизировать. Сейчас защипы на спинке по 2 см. Я сделаю по одному. Достаточно ширины, достаточно в этом платье. Свобода облегания получилось 4 см. Ширина рукава получилась тоже, свобода облегания в рукаве тоже получилась 4 см. Вполне достаточная ширина. Никакое... Впереди оно имеет вид полуприталенный. Сзади совершенно свободное платье-рубашка. До свидания. С вами была Елена Владимировна. Сватия Ирина Михайловна. Если будут вопросы, я постараюсь ответить.